Давайте что-нибудь почитаем? Давайте. Вот уже третью неделю Мария работает удаленно. Помогают ей в этом двое детей. От такой помощи женщина уже откровенно устала. Однако понимает, что это единственный верный способ защититься от инфекции. Водить ребенка в дежурный детский сад, по ее мнению, большой риск. Я думаю, что в принципе дети, которые посещают дежурные садики, они могут быть носителями вируса. Потому что родители у них, соответственно, работают, раз они посещают дежурную группу, соответственно, имеют какие-то контакты с людьми. А кто где бывал, какие контакты имел, никто не знает. Родительские переживания во многом схожи. Меньше контактов целее детское здоровье. Даже на интервью некоторые мамы соглашаются только по видеосвязи. Я бы не хотела водить своего ребенка в дежурный детский сад. Дежурный детский сад посещают дети. Как правило, это дети медиков, дети сотрудников спецслужб разных. И я не знаю, с кем контактировали они дома, с кем контактировали их родители. Не протекает ли у них болезнь бессимптомно. А для меня это очень важно, чтобы мои дети были живы, здоровы, чтобы они не болели. Поэтому мой выбор все-таки при малейшей возможности оставлять их дома. Сейчас в Мурманске работает 11 дежурных детских садов. Их посещает 649 детей. Это лишь малая часть. Всего в городе около 17 тысяч детей дошкольного возраста. Причина столь низкой посещаемости, как пояснили нам в Мурманском комитете по образованию, не только страх за здоровье ребенка. Иными словами говоря, если профессиональная деятельность родителей приостановлена или может осуществляться дистанционно, дорога в садик для их детей закрыта. Для тех же, кто не может остаться дома, сотрудники дежурных дошкольных учреждений делают все, чтобы не допустить заражения коронавирусом. Пример – детский сад номер 157 в Мурманске. Здесь соблюдаются все возможные меры безопасности. Буквально сразу же после того, как мы разделись, нам предлагают продезинфицировать руки спиртовой ваткой и измерить температуру. 362. Спасибо. И, конечно же, медицинская маска. Детям, которых приводят в садик, уделяют не менее пристальное внимание. Для того, чтобы обезопаситься от инфекции, проводится так называемый утренний фильтр. Воспитатели тщательно опрашивают родителей о самочувствии детей. Как я уже говорила, визуально они осматривают детей и также родителей. Если они выявляют при визуальном осмотре какие-то первые признаки простудного заболевания, то они предлагают родителям оставить ребенка дома, вызвать врача, либо самим обратиться к врачу, либо также вызвать врача на дом. Термометрия. Измерять температуру детям. И если все в порядке, ребенок может пройти в группу. Но педагоги уверены в том, что никакая профилактика или проверка самочувствия не будет эффективней, чем остаться дома. Антон Батаев, Сергей Расюк, ТВ21. Продолжение следует... Продолжение следует...